здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа тема дня меня зовут александр гурарье подписывайтесь на наши каналы в ю тубе подключайтесь к телеграмму комментируйте ставьте лайки задавайте вопросы мы в наших программах постараемся на них ответить кто сочтет возможным помочь каналу там есть две кнопочки супер спасибо и стать спонсором мы благодарны за любую помощь а сейчас наш гость сегодня из соединенных штатов стив дудник детектив стив дудник автор ведущий youtube канала закон и порядок сша привет стив здравствуйте добрый вечер очередная встреча очередная встреча да ну естественно я бы хотел начать нашу очередную встречу с неприятных фактов с обстрела американской базы в иордании которое произошло пару дней назад в принципе сам обстрел не представляет из себя ничего нового к сожалению но вот этот обстрел как бы ознаменовался трагической гибелью двух военнослужащих соединенных штатов и более 25 раненых байден заявил после некоторого молчания что он принял решение то есть он принял решение об ответе и в то же время у нас из неофициальных источников я подчеркиваю что я не могу поручиться за справедливость этой информации но у нас об этом говорят и пишут что соединенные штаты через россию передали иранцам список целей которые они собираются поразить эти цели не на территории ирана больше сохрани эта территория ирака сирии то есть там где находятся про иранские милиции сейчас эти про иранские милиции с бешеной скоростью покидают свои так сказать позиции прячутся по норам для того чтобы там никого случайно не зашибло что говорят в америке об этом и готовы ли американцы к решительным действиям а ну во-первых давай начнем с того что американцы сейчас находятся очень интересной ситуации а левое крыло демократической партии такие у нас такая конгресс умность или хама омар кстати она сомалийка понимали она очень поддерживает сомали и она практически анти израильской анти еврейский человек и и антиамериканка как ни странно она заявляла недавно что по благословению какие-то мужики на кого-то напали так вот она и ее друзья из левого крыла такого экстремистка левого крыла демократической партии они давят на байдена очень сильно и вплоть до того что они 30 сенаторов демократических не республиканских представить это письмо и заставляет байдена остановить все военные действия и в израиле и с усидами и с ираном и буквально они на байдена давит и требуя что это все проходило через конгресс и понятно что конгресс это не оправдан все это не пропустит поэтому ситуация патруя при идее байден должен ответить как он ответ никто не понимает потому что сил у нас не очень много как бы ни говорили про эту мощь эта мощь уже была растена на украине сейчас она в израиле у нас еще китайцы которые сдерживают корейского поэтому я я не знаю действительно и не думаю что байден как-то будет резко отвечать на какой-то ответ они должны сделать и поэтому да действительно я пустым сараем пострелять да я слышу такую новость что такая походит колуар что вроде бы удар будет но будет безобиден и что действительно ирану передали такую информацию чтобы будут бить по тем местам где они пустые туда тамагавки полетят но сегодня подошли еще одна ситуация сегодня авианосец в этом в красном море он перехватил балистическую ракету как антикорабельно-бритическую ракету которая улетела от кусидов поэтому может немножко эскалировать но опять же не очень мне кажется что левая партия и левая колония дадут байдену что-то делать серьезное данный момент и другой стороны дает республиканцы очень сильно дано республиканцы давит ведь байден таким образом себя подставляет он и так-то в общем-то в невыгодном свете кличка слиппиджо от него никуда не делась да и для предвыборной гонки это не очень хорошо и тут он сейчас продемонстрирует такую мягкость и потом но все-таки погибли американские солдаты это не не что-то там реальная реальная угроза то есть как бы не будет ситуацию за державу обидно как говорится так за держава обидно давно обидно в мексике обидно обидно там обидно поэтому меня честно сказать вот вот честно скажу удар по хусидам амин удар по хусидам или по ирану где-то не очень сильно тревожит меня больше тревожит израиль потому что в данный момент а эти же 30 сенаторов написали открытое письмо байдену включая вот это реха мамар чтобы полностью остановить помощь израиля полностью остановить ее и и вот это меня больше всего смущает потому что как вы знаете в израиле я нехорошо знаю вот саму титул израиля но был большой склад американского оружия очень серьезного до того ушел на украину слачался пустой стоит и насколько я понимаю хотя я слышу там вот я иногда смотрю разные каналы израильские у девятый канал смотрю я очень не очень нравится как они выступают потому что они пытаются сказать что израиль готов на две войны и с ливаном тоже так вот то что дать в америке израиль не готов для второй войны именно по снарядам не физически армия конечно готова это понятно но если нечем стрелять то нечем стрелять и ситуация сейчас такая что америка делает только 500 снарядов для патриот и много другой они идут очень мало не не успевает это делать и левая партия давит левая дипломатическая партия поэтому израиль может не получить что вооружение которое израиль нужно того чтобы вести бои вот это меня больше всего ну как бы сейчас превожат а что будет с ираном несранном но это конечно тоже плохо потому что мы прекрасно понимаем что иран имеет достаточно вооружение чтобы ответить по израиль по америке они не ответят до америке может даже не долетят а вот по израилю по той территории они могут его согласно ответить. Поэтому если бить насколько вот говорят по республиканце и правое крыло то есть не биттубе серьезно один раз и навсегда чтобы откинуть тиран лет на 50, на 60 или на 100 назад. Но на это, судя по всему, в преддверии выборов Байден и пойдет. Это очень, так сказать, серьезная война, и как бы он в нее ввязываться не захочет. Но самое это интересное, что Иран это прекрасно понимает, и Иран продолжает дергать дядюшку Джозе Усы, потому что все вот их действия направлены именно на это. Кстати, вот про то сообщение, которое передано Ирану, у нас говорят, что был и ответ. Ответ Ирана был такой, что да, но только, не дай бог, если вы попадете по-иранской, по нашей территории, вот тогда мы вам ответим по всей программе. То есть Иран не просто провоцирует, Иран угрожает. То есть, ну, ты, я не знаю, в какие годы... Но всеми на Корее тоже угрожало много Соединенных Штатов Америки, но это не значит, что... Конечно, Иран, а что Иран еще будет делать? Конечно, Иран будет угрожать. Что ему сейчас остается делать? Иран, конечно, прекрасно понимает, что если действительно выстрелить на американцев, то можно получить хорошо, и очень сильно получить. Но при этом экономика США будет очень сильно подорвана. Мы не можем тянуть 5-6 войн одновременно, что сейчас происходит. Но что делает сейчас кабинет Байдена? Они начинают давить на левых сенаторов потихонечку и открывать путевник уголовные дела. Демократов, демократов. И вот вчера на одной из сенаторов из Демократической партии, Кори Буш, открыли уголовное дело за растрат средств предвыборных на личную охрану. Это как раз та вот самая сенаторша, которая поддерживала распуск полиции, поддерживала, что некоторые города должны отказаться от полиции, поддерживала Black Lives Matter, которые даже были громить города, и поддерживала антисемитские и палестинские протесты против Израиля, и против Израиля, и против Ибреев. И вот сейчас против нее открыли уголовное дело. Опять же, открыла кто? С подачей Байдена они пытаются как бы немножко припустить вот этих вот левых сенаторов, это левое крыло, которое давит на кабинет Байдена. То есть веселье продолжается. Ну хорошо, давай тогда перейдем от Ирана к вашей северной границе. Точнее, не северной, а границе с Мексикой. То есть что происходит там у нас, ну я то, что смотришь по заголовкам, особенно если касается там восточноевропейских издательств, российских, то они пишут, что там уже идет гражданская война практически, да? То есть что происходит на самом деле, действительно ли туда стягиваются федеральные войска тоже направляются, или это утка? Это утка, они как федеральные войска не направляются. Что у нас происходит? Республиканцы продолжают свою борьбу за границы США и продвинулись дальше, чем вообще это надо было. Ну для демократов они делают импичмент секретаря безопасности Александра Майорки за то, что он ничего не сделал на границе, за то, что он не соблюдает федеральные законы и за то, что 3 или 4 миллиона нелегальных американцев в год заходят сюда. Конечно, Майорка и демократы кричат, что это политическое дело, что это все не так, что они все правильно делают, но в данный момент, что происходит в Техасе? Национальная гвардия Техаса не подпускает федеральных пограничников к границе, потому что что они делают? Они просто пропускают всех, и они закрыли эту границу. Также демократист, по-моему, а не, извиняюсь, Флоридская национальная гвардия туда отправилась. Насколько я, если я не ошибаюсь, еще и Оклахома отправила две национальные гвардии в сторону Техаса для помощи, и Байден сейчас сидит и молчит, потому что он боится очень сильно ответить, потому что если они пошли туда или в федеральные войска, или попытаются федерализировать национальную гвардию, то вот это может привести к большим столкновениям с республиканскими штатами, и демократам это очень сильно не понравится. Федерализировать национальную гвардию, насколько я знаю по конституции, значит, национальная гвардия полностью принадлежит и подчиняется губернаторам, но может быть объявлена президентом мобилизация, то есть если будет объявлена мобилизация, то они переподчиняются федеральному центру, правильно? Не совсем так. Во-первых, смотрите, национальная гвардия, она получает заплату от Пентагона. Да. Вот. Поэтому вот это большая проблема. Они могут остановить выплату, остановить выплату зарплату. Это законно? Как это остановить? Ну, у нас уже такого нет в Америке, законы, незаконные. Видите, у нас все незаконно, Конституцию не соблюдает практически никто. Даже и республиканцы, и демократы. У нас же есть решение Верховного суда, чтобы Техас отошел, отрагивал национальную гвардию и пустил пограничников. Техас не подчинился федеральному правилу, ну, федеральному суду. Поэтому здесь закон и закон, они могут действительно остановить. Но при этом сам Техас может начать выплачивать зарплату и другие штаты выплачивают зарплату своим национальным гвардием. Да, президент может, как вот когда это было в Вашингтоне, когда они вызывали национальную гвардию, да, президент может призывать национальную гвардию, но с разрешения губернатора. Губернатор может не дать такого разрешения, национальная гвардия никуда не пойдет. Поэтому очень интересная ситуация, понимаете? Очень интересная. И посмотрим, что будет дальше. Ну, а пока что это доходит все только до, так сказать, словесных перепавок, то есть вот федералы на границе и национальная гвардия, то есть до серьезного противостояния не дошло? Да, серьезного нет, но федеральные пограничники блокируются, им не дают охранять границу, потому что Техас говорит, что если мы опять вас спустим назад, вы опять откроете границу, люди пойдут, и что происходит? Вот новая наша связь, я даже его прочитаю, это очень интересная вещь, сейчас секундочку, я специально, они хотят что сделать? Они хотят, чтобы новый закон был, чтобы президент, дать президенту, чтобы президент имел чрезвычайные полномочия по закрытию границ и открытию ее, и по мнению демократов, когда граница будет перегружена, он сможет ее открывать, сможет ее закрывать, но генеральный прокурор штата, Кент, это генеральный прокурор Техаса, он сказал, что мы не пустим сюда федеральных пограничников, какой бы закон ни был, и не будем подчиняться указаниям Байдена. Вот такая вот ситуация сейчас происходит, но это только, конечно, пока на словах, и, ну, это и на словах, и, конечно, штат не пускает их, ну, таких прямых столкновений, кто бы поехал, пришел туда, армия или что-то, такого нету. Слава богу, пока еще до этого еще не дошло, я надеюсь, до этого не дойдет, потому что будут проблемы. Но, кстати, у нас новая ситуация была вчера, сомалийские, ну, не только сомалийские, пропалестинские, мусульмане, они в Калифорнии попытались атаковать дом Нэнси Пелоси. И когда она пыталась выехать из дома, они переградили дорогу на ее дороге к дому, и Нэнси Пелоси вступила с ними чуть ли не в схватку, она кричала им, валите в свой Китай, там, видно, были какие-то русскоклассы, я не знаю. Вот, они кричали, что она доктор Холокост, и что она должна остановить помощь Израиля и все такое остальное. Но она же сейчас, секундочку, она же сейчас не лидер парламента, она же не лидер Конгресса, она же просто сейчас парламентарий обычный. А потому что она, оттого, что она не лидер, она имеет очень высокое уважение среди демократов, и она имеет еще очень сильное влияние. Это вообще такая мафиозная структура. Я вообще всегда раньше думал, что только семья Клинтонов это большие мафиозники, оказалось, они не такие большие, как все остальные там. Так, семья Байденов и Нэнси Пелоси, потому что Нэнси Пелоси, если мы будем говорить, там очень много, долго можно что-то сказать, но очень много криминала, и включая отмывание денег, и ее муж, он торговал на старт-маркетах и скупал акции по внутренней информации через Нэнси Пелоси. Там очень много интересных вещей. Их всех можно было посадить уже давно. Они, по идее, нарушили все законы. И то, что семья Байденов и его сына не нарушили законы федеральные, и много чего. Просто их не трогают почему-то, трогают Трампа. Понимаешь, поэтому... Ну хорошо, а Трамп придет, он их тронет? Вы знаете, вот этого они и боятся, что в втором сроке Трампа будет нечего терять, и очень многие люди могут попасть в тюрьму. Очень многие люди. И поэтому они боятся Трампа, и они хотят Трампа допускать до выборов. Вот так вот. Стив, я вот хотел задать вопрос, который, в общем-то, я задавал определенным комментаторам, в том числе американским. Я не понимаю, а почему Байден, почему администрация Байдена за то, чтобы открыть границы? Почему они не хотят закрывать границы и понимая, что они тем самым нарушают закон и так далее нарушают? Объясни, что происходит. Почему демократы да, а республиканцы против? В чем фишка? Потому что они не просто хотят открыть границы. Все вот эти вот нелегалы, которые зашли, у нас где 13 миллионов, они хотят им сделать амистию и дать документы. И после того, чтобы дать документы, быстро давать им гражданство. И вот они имеют 13 миллионов избирателей. Понятно, что эти люди потом будут голосовать за кого-то, за демократов. Демократы так пытаются переломить, потому что большинство населения, в общем-то, они более консервативная страна. И вот они пытаются загнать сюда вот этих нелегалов, которые получат с помощью демократов, получат гражданство очень быстренько. И не ближайше там 8, не знаю, 4-8 лет. Это электорат, которые были за демократическую партию. Вот так они пытаются переломить нечестную ситуацию в Америке. И все это прекрасно понимают. Это единственная причина. Но еще вторая причина дестабилизировать республиканские штаты. Потому что республиканские штаты, они не причиняются федеральному правительству. Они ставят под вопросом все это. Сейчас Техас, они пытаются дестабилизировать Техас. Смотрите, эти маленькие городки, куда сходили нелегальные иммигранты. В городке проживает максимум 3 тысячи человек. Два светофора, один ресторан, один ночной клуб и одна большая центральная улица. Живет 2,5-3 тысячи человек. Маленький городочек, правильно? Вдруг в нем оказывается 50 тысяч нелегальных иммигрантов. Что происходит с городочком? А кто их кормит? Что они там делают? Окей, им помогает федерально. Есть очень много волонтеров от демократической партии. И были эти видео, когда они стоят с едой. И пласт, грабеж. Вот мне сегодня прислали видео вчера в Нью-Йорке. Группа нелегальных иммигрантов жестко избила двух полицейских. Ничего себе. Вот видео, оно есть у меня, это видео. Когда полицейские лежат на полу, и группа нелегальных иммигрантов ногами их избивает. Вот и все. Вот весь ответ. Дестабилизирует страну. Дестабилизирует. Секундочку, секундочку. Но если верить книжке и фильму «Крестный отец», то за убитого полицейского, значит, этого криминальные структуры Нью-Йорка боялись больше всего. Потому что вслед за этим, как там было написано, что при задержании начинают, значит, ликвидацию преступников. Это было раньше. А сейчас нет, да? Это было раньше. Сейчас полицейские боятся. И мы говорим про демократические. Мы не говорим про республиканские. Мы говорим про демократические штаты. Полицейские боятся, потому что они не защищены. Я могу вам рассказать такую ситуацию, что в полиции Нью-Йорка, они нам уже пытаются сейчас изменить. Если полицейский арестовал человека, человек этим недоволен. Я, по-моему, рассказывал же об этом вам. Человек этим недоволен. То его адвокат имеет право потребовать дело полицейского. И потом все полностью. От его адреса до всей информации. И теперь были профсоюзы полицейских, чтобы и профсоюзы защищали полицейского. А сейчас они пытаются сделать или уже даже сделать, что полицейский должен защищать себя сам. А защищать себя сам. Значит, он должен нанимать адвокатов. Это огромные деньги. Это больше, чем полицейский зарабатывает. Вот это они сделали в демократических штатах. Что тебя штат теперь не защищает. Раньше полицейский защищал департамент. А сейчас его быстренько увольняют. Как с Флойдом получилось. Понимаете, что сделали с этим полицейским? Ну да. И там же детали они рассказали, что Флойд, перед тем, как он умер, у него наркотики нашли. Он овердос, он пережрал эти наркотики. Что он до этого был грабителем. Он до этого женщине беременный пистолет поставил. Он вообще должен был сидеть в тюрьме априори. И когда приехали полицейские, когда он деньги фальшивые в магазине давал, приехали полицейские, то этот Флойд, он два метра рост, он здоровый бык. Он с ними драться начал. Никто об этом не говорил. И когда этого полицейского судили, да, там, конечно, какую-то силу он применил. Ну, может, не совсем правильную силу. Может, полицейского надо было уволить даже. Возможно. Но они сделали над ним судилище. Они судили его в том штате, где ненавидят полицейских. А жюри же у нас неприкосновенное, по идее, жюри его судило. На улице стояла толпа, которая рвала это здание. И жюри понимала. И они знали всех членов жюри в лицо. Жюри понимала, что если они его не обвинят, они даже на улицу не выйдут. Их разорвут на улице. А некоторые демократические сенаторы, включая вот этого женщину, которая говорит, как он судит, это Буш, это Кролик Буш еще, они стояли на улице. И подгоняющий Нэнси Пелоси, они все эти стояли на улице, именно сенаторы. И говорили толпе, что толпа должна не подчиниться. И должна толпа взять силы. Вот так они подскрекали толпу. А сейчас обвиняют Трампа, что Трамп кого-то... Вот они это делали. Поэтому бедные судья и бедные вот эти вот присяжные, они быстренько обвинили во всех грехах этого полицейского, лишь бы только их не тронули. По идее, этого полицейского должны были вывести в другой штат какой-то, даже пускай-то республиканский штат. И там его судить его. Но то, что они сделали, это был полный беспредел. Вот и все. Поэтому полицейские боятся. Поэтому сейчас группа нелегалов избила полицейских в Нью-Йорке. Да, конечно. Изрядно. Мне очень приятно. Я, конечно, можно красиво сидеть из Америки и рассказывать, что у нас все хорошо, все классно. Я считаю, так делают только враги. Потому что человек, который любит свою страну и который видит то, что в стране происходит, он должен об этом говорить. Он должен доносить, чтобы люди это слышали, чтобы люди пытались что-то поменять. А не просто как тот страус, который голову в песок засунул. Меня никто не видит, я никого не вижу. К сожалению, у нас в стране очень большая проблема. И, кстати, с этими нелегальными иммигрантами, они подорвали. Демократы сами себя подорвали. Они сделали города-убежище. Но они не ожидали, что Техас и Флойда так поступят. Техас и Флойда позагрузят этих нелегалов в автобусы и отправляют в демократические штаты. У нас недавно отправили, по-моему, 8 автобусов прямо к дому Камала Харрис. Они там посадили их. И что получилось, что такие города, как Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, они перегружены. Они не справляются, у них нет денег. И что начинается? Они начинают выгонять студентов со школы, учеников со школы, в школы их заселять их. Они начинают из гостиниц выгонять посетителей, в гостиницы в Манхэттене их заселять. И что получается, даже сейчас в Манхэттене, если появится в Манхэттене, там вот эти большие, огромные гостиницы, там живут, где раньше номера стоили по тысяче долларов в ночь. Сейчас там живут нелегалы, наркотики, шприцы кругом валяются, криминал, и тебя могут ограбить в центре Манхэттена, и полиция даже не подойдет. Может, теперь они плачут, теперь они плачут, а губернаторы Техаса, мэр Нью-Йорка, а губернаторы Ленос, они себе плачут, и говорят, заберите от нас этих нелегалов, мы не можем уже их кормить. А куда их забрать? Они же сами их и позвали их. И они наезжают на Флориду, и наезжают на Техас, чтобы Техас и Флорида их не выгоняли отсюда. А Техас и Флориды, они нам здесь не нужны, потому что это ваша проблема. И у нас во Флориде такие законы сейчас новые, что если ты помогаешь нелегальному мигратору, то ты можешь попасть под уголовное наказание. И разрешили арестовывать нелегальных иммигрантов, разрешили детей в школы не брать, в Техасе то же самое, не лечить, потому что все это перегружает медицину тоже. Если, допустим, я зашел в госпиталь, и мне надо сделать какую-то процедуру, у меня даже медицинская страховка, за которую оплачут огромное количество денег, и плюс я еще должен платить за это. А если хоть нелегал, и он за это ничего не платит, потому что за это плачу я. Потому что госпиталь висит, это меньше на меня, на других американцев. Вот и все. Скажи, а это вот проблема с нелегалами, она вот именно сейчас возникла, или в течение последнего года, а чему раньше они не шли через границу? Почему именно сейчас такое вообще внимание к этому вопросу? Потому что при Траппе был закон, значит, если ты приехал в Мексику, и ты хочешь из Мексики пройти, ты должен сначала в Мексике попросить политическое убежище, вот если тебе в Мексике откажут, тогда ты можешь попытаться в Америке, или ты должен сидеть в Мексике и ждать, пока Америка тебя пропустит, даст тебе убежище. Поэтому и, конечно, не пропускали, депортировали. Границы почти были закрыты, практически. Ну, где-то что-то проскакивало. А демократы, они просто открыли границу, они сказали, идите сюда, заходите. Как в Капитолии произошло, когда все это было? Что было, полицейские открыли ворота Капитолии и сказали людям, заходите. И люди позвали, и они зашли в Капитолий. А не то, что рассказывали, что там кто-то ломал что-то, что-то выламал. Этого не было. Потому что я там был, я это видел, я снимал на видео это. Вот и все. Просто запустили, открыли границы, сказали, приходите. И вот люди пошли огромными топами, огромными караванами, они понимают, что их не остановят, что они могут пройти. И все. Стив, вот если сейчас... То есть выбор у вас в ноябре, если я не ошибаюсь, да? Да, в ноябре, да. В ноябре месяце, да? В ноябре, ну, во-первых, первый вопрос. Твое, так сказать, предсказание. Трамп станет президентом? Не, ну это я понимаю. Это понты, а вот так, реально. Там написано «No more bullshit». Я понимаю, в чем дело. У демократов нету никого. Если посмотреть, ну, Коби Байк, ну, реально никого нету. Потому что кто у нас был? Губернатор Калифорнии, он обанкротит штат Калифорнии. Калифорния в такой проблеме сейчас находится, что люди уже в Калифорнии уже думают голосовать. Ну, многие уже за республиканцев будут голосовать. И они вот, видите, на Пелосина падают и все остальное. И больше я никого, у демократов просто никого. Ну, никого у них просто нету. Есть Роберт Кеннеди. Он независимый, он демократ, сейчас независимый. Он довольно умный мужик. И он мне очень нравится как политик. Но он независимый, поэтому за ним не так много денег, не так много, я не знаю. А у республиканцев у нас есть вот Ники Хеллин, Трамп. Ники Хеллин, ну, мы уже о ней говорили. Мне кажется, слабенькая. И она очень воинственная. Очень воинственного человека тоже не надо. Потому что, ну, что, ну, сейчас она придет и там даст указ, там, ударить по Ирану, ударить еще ударить. Кто пострадает, первый Израиль пострадает. Вот, поэтому, кроме Трампа, мы никого не видим здесь. Хорошо. Вот придет Трамп. Ну, вообще, характерно для истории Соединенных Штатов, что если президент приходит на второй срок, то ему как бы уже нечего терять. То есть он уже не может действовать так, как он считает нужным, без оглядки на электорат, без оглядки там, а как это потом окажется на моих перевыборах и так далее. То есть он сможет сделать то, что не может сделать президент, когда он идет на первую, на первую каденцию. Во внешней политике, если придет Трамп, разберется ли он с Ираном? Мне кажется, он вообще Трамп, он очень интересный дяденька, и мне он нравится, потому что он сказал, что он сделал, и мне кажется, он со многим разберется, он достаточно, хотя, все-таки, сейчас он не политик, нам политик не нужен уже. Нужен человек, который понимает, что такой бизнес, как зарабатывается, деньги, как лучше для страны. Поэтому я думаю, что он разберется и с Ираном, и с Россией, и с Израилем. Он того, ну, Аврамово соглашение, кто? Хотя все, кто-то говорит, что это не Трамп, это Трамп. Поэтому детально... Сейчас, кстати, кто-то из сенаторов предложил его выдвинуть, республиканцы, естественно, на Нобелевскую премию мира за Аврамовские соглашения. Сейчас демократы повесятся от ужаса. Все вместе пойдут. Понимаете, просто мне риторика, и, кстати, в Израиле очень сильная риторика, тоже я не понимаю, опять же, вот я вот смотрю много каналов, они будут, я вот не знаю, у меня вчера вообще сбесил 9 канал, они почему-то все им говорят плохо о Трампе. И очень хорошо говорить о Байдене. Как будто Трамп никогда не помогал Израилю, как будто Трамп никогда не сделал столицу Верусалиме. Голландские высоты не признал. Очень сильно ошибаются. Но это, понимаете, то, что они делают, даже вот эти журналисты на 9 канале, я считаю, что это, они ущерб Израилю. Этого делать нельзя. Но они рассказывают свое мнение. Ну, надо осторожно рассказывать свое мнение, потому что нельзя, понимаете, нельзя одного... Потом, если что-то, когда есть правда, и ты говоришь, когда ты хочешь угодить... Я не понимаю, когда они говорят кому-то, и они говорят, что вот так никто нам не помогал, как Байден нам помогает. Да ничего, Байден нам не помогает. Я не видел. Байден делает то, что он должен делать, то, что у него другого выхода просто нет. Просто Израиль для Америки последний футпост. И Америка понимает, не будет там Израиля, не будет там Америки. Вот и все в том регионе. А будет там Иран, Россия, там кто бы там ни был, но не Израиль. Вот и все. Но то, что происходит сейчас, для Израиля, это будет очень тяжело. Поэтому надо немножко думать, что ты говоришь. Потому что то же самое Трамп в ноябре будет президентом Америки. И как себя поведут те же самые журналисты украинские, типа Гордона, как себя поведет Зеленский, который раскраблял Трампу, некрасиво. Как ты потом с этим человеком должен договариваться? И вот, к сожалению... А Зеленский оскорблял Трампа? Ну, он очень некрасиво вел по отношению к Трампу. Когда Трамп сказал, что он остановит войну, Зеленский там начал на него там... Так, не очень. Это первое. Но потом и не забывайте, что когда, хотя людям это не нравится, когда были выборы... Вы же помните, Байден уволил генерального прокурора Украины. Притом он сделал это в прямом эфире. Он сказал, он признал, никто же не он сам признал это. Почему? Потому что прокурор Украины проводил расследование в компании Буизма и отбывание денег семействам Байденов. И все. И когда Трамп возвратился к Зеленскому, был телефонный разговор, и он попросил его две вещи. Он попросил его открыть новое расследование, назначить прокурора, что-то честно сделать, и предоставить документы американскому конгрессу. Ну что, Зеленский это отказался делать. И мало того, он еще, по-моему, сообщил, что на него давил Трамп, типа, что он помощи не дашь, что-то еще. А когда Билл Клинтон обрезал помощь, Израиль такие серьезные другие, и Обамы, и все остальные, все молчали. И получилось так, что если бы они выбили, поэтому Байден попал в Белый дом. Потому что не было скандала коррупции, не было этих документов, не было этого расследования. И скажите мне, пожалуйста, какое право имеет вице-президент одной страны уволить генерального прокурора другой страны? И он имеет на это право? Не, ну, не буквально уволить, а, так сказать, способствовать увольнению. Ну, конечно, способствовать. Он дал конкретные указания, и они там все перепугались, и все, и сделали. Может ли, допустим, сейчас, ну, пример, может сейчас, допустим, вице-президент Камала Харрис позвонить, я не знаю, Натани Ягу, заставить уволить генерального прокурора Израиля? Я думаю, нет. Ну, генерального прокурора она вряд ли, и это абсолютно наплевать. Я думаю, Камала Харрис... А вот она может попросить уволить там министра национальной безопасности Бенгвира или министра финансов Смотрища, которые постоянно выступают со всевозможными там лозунгами, так сказать, заявлениями, от которых так содрогается суд в Гааге, то это она, в принципе, запросто может потребовать. Но я не думаю, что его уволят. А он этого не сделает, потому что у него рухнет коалиция. Поэтому это было очень некрасиво, это было неправильно. И извините меня, пожалуйста, я знаю, конечно, мы сейчас уже начинаем программу, это, может, не очень правильно с моей стороны, но если мне уже об этом дают говорить, то же Девятый канал об этом не говорит, что Хантер Байден, тупица, извиняюсь, педофил, алкоголик и наркоман, делал в буизме и получал заплату в миллионы долларов. Ну, вот и весь вопрос. Или когда крутые бизнесмены мира покупают его картины по 10 миллионов, по 5 миллионов долларов, он никогда художниками не был, все понимают, что это прямые взятые папы через эти картины. Но почему-то все об этом молчат, все это прикрывают. И то же самое. Поэтому Девятый канал, еще надо быть поосторожнее, когда они начинают ругать Трампа. Ты знаешь, недавно какой скандал в Питере был? Обнаружили, что черный квадрат Малевича на протяжении последнего года висел вверх ногами. Вверх ногами? Да. Да, я знаю, я слышал об этом. Ну, то же самое. Не, но картины сына, я про этого не слышал, что они покупали. Это гениально. Смотрите, 4 миллиона долларов. Нарисовал деревце, да, и сказал, я так вижу, стоит 5 миллионов. Пожалуйста. Это же взятка папе. Это же взятка папе. Это взятка папе. Вот и все. А картина? Поэтому израиль не должен расслабляться. Израиль не должен расслабляться. Сейчас все очень серьезно. И если израиль не получит то оружие, которое он должен получить, я не понимаю, как Израиль будет разбираться с Ливаном. Потому что армия сильная, но нужны же еще и... Ну, вот у нас делегация нашего Министерства обороны была на прошлой неделе в Соединенных Штатах. То есть там подписаны какие-то соглашения. Говорят, что эти самые вертолеты Апачи будут прямо с конвейера забирать там и так далее. То есть вроде... Левые сенаторы давят на Байдена, серьезно давят. И потом осталось-то ему немного и физическое состояние. Вот, знаешь, вот он, не дай бог, завтра там факты. Вот, не дай бог. Да, вот старая девушка... Камала, Камала будет для этого. И все, Камала-Хамас будет. Это пипец, конец будет Израилю, понимаешь? Ну, какая Камала-Хамас? Камала-Хамас и Израиль. Ну, о чем вы говорите? Ненависть к Израилю. Полная ненависть. Ну, вот и все, понимаете? Поэтому я считаю, что Трамп для евреев, евреям очень нужен Трамп. Это человек, который всегда их поддерживал, будет поддерживать. Ну, что ж, посмотрим. Но это будет зависеть от вас. Наше, так сказать, дело-сторона. Мы наблюдаем со стороны. А вот вы там, как вы проголосуете, как вы проагитируете, вот так и будет, очевидно. Еще идет разговор, что в 2024-2025 году должна будет начаться ширкомасштабная гражданская война в Мексике. Ага. И этого она приобретет характер национально-свободительной войны. И есть угроза, что если в Мексике начнется такая война, то очень быстрый экспорт революции перейдет на всю материковую Латинскую Америку. Кроме, конечно, Коми Венесуэлы. Вот так вот. И тогда будет очень опасность границы Мексики. И будет большая проблема будет. А в Мексике тоже там все плохо. Кстати, еще война под ближайшие Америки будет. Да, это будет интересно. Стив, спасибо. Спасибо большое. Стив Дудник, детектив Стив Дудник, автор и ведущий YouTube-канала «Закон и порядок в Соединенных Штатах». Подписывайтесь на этот канал. Там очень интересно. Ну, как это, извините. Спасибо, что говорил. Правду говорит. Правду говорит легко и приятно. Вы думаете, а я говорю. Потому что люди думают и боятся говорить, а я говорю это. Ну, для того и приглашаем. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»